Самоповреждения, чтобы забрали с передовой, отсутствие связи, жизнь в ямах и канавах. Российские военные продолжают жаловаться на условия, в которых воюют. Кроме того, вероятно, из-за недостатка живой силы на фронте, Кремль мобилизует даже освобожденных от призыва. Подробности рассказываем в этом видео. Главное управление разведки Министерства обороны Украины регулярно публикует перехваты разговоров российских военных с родственниками. Из этих разговоров можно много узнать о быте и проблемах оккупантов на передовой. Некоторые готовы даже на самоповреждение, лишь бы не находиться на фронте. Другому российскому военному жена рассказывает о том, что ждет дезертиров. А у некоторых просто сдают нервы и они рыдают в трубку своим друзьям, рассказывая о том, что происходит на передовой. И жалуясь на равнодушие командования. Херачат ненаметы, польки, дина артиллерии. Это хохлянская, долбанная, блядь, ответки от наших. Наши пристреливаются, блядь, пусть правда ушли. Наши, наши живые, блядь, просто убивают, блядь. Никакой контр-батаринной борьбы у вас нет ничего, я так понял. Это что за нахер? Здесь, понимаешь, тупо, да, блядь, связь такая, блядь. Связи практически нет ни с каким-либо... Нет этой нормальной договоренности, блядь, чтобы координаты какие-то прислать. Очевидно, многие в российской армии уже догадываются, что их жизни не важны для военно-политического руководства. Во время телефонных разговоров они призывают своих друзей ни в коем случае не ехать воевать в Украину. Говорю, что всем на всех польки, всем на всем до пи***цы. Идите, живите в каналах, уройте ямы, живите там, нахер. А что нахуй вообще, это ваша должность. Все, весь ответ руководства. Вас 300 тысяч, короче, по пи***ю вообще. Ну, как бы, вас такие... Все домой хотят, просто все бежать. Мужики чеченцы, ухуинцы, просли войну, они говорят, бежать нахуй надо. Это не война, это просто... Здорово, братан. Коси как можешь больше, чтобы сюда не попасть. Здесь оно нахуй, это не надо. Что, жопа? Жопа полная. О проблемах российских военных постоянно говорят их родственники. Так, например, семьи мобилизованных из Алтайского края заявляют, что их мужья воюют в одной роте с бывшими заключенными. Супруга одного из военных говорит, что ее мужа 17 декабря должны были отправить военную часть в Ростовской области для прохождения боевого слаживания. Вместо этого он сначала оказался в палаточном лагере в Луганской области, а после в селе на Лиманском направлении, где постоянно идут бои. По словам жены военного, тех, кто отказывается воевать, выгоняют жить на улицу. А тем временем, под Белгородом второй месяц в окопах живут срочники. По крайней мере, так сообщают их родственники. У военных плохая экипировка, и они якобы регулярно подвергаются обстрелам. При этом, по словам их жен и матерей, срочники не получили военной специальности, но уже несут службу наряду с российскими пограничниками. После того, как Путин в конце сентября объявил так называемую частичную мобилизацию, мужчин в России все чаще насильно забирают в армию или незаконно удерживают в военкоматах. Так, в Краснодаре около 20 человек, которые пришли оспорить призыв по состоянию здоровья, закрыли в пункте сбора и не выпускают. Призывников удерживают. Были поданы исковые заявления. Непризывные диагнозы у них также есть на месте. Полиция уже приезжала несколько раз, абсолютно никакой реакции не последовало. Утром их уже собираются отправить, и это буквально беспредел. Их там держат без еды и без воды. Человек, у которого есть не просто непризывной диагноз, ему там буквально стало плохо, и его отказались оттуда выпускать. Приехала скорая, его хотели увозить, потому что человеку действительно плохо. Ему сказали нет. А в московском военкомате 20-летнего мужчину заковали в наручники. Он планировал оспорить призыв и через суд доказать, что негоден по состоянию здоровья. Но у военкомата свои планы. Мужчину не выпускают и планируют в ближайшее время отправить в военную часть. Очевидно, состояние здоровья военных для Кремля имеет мало значения. Мобилизуют даже слепых на один глаз. Подобное произошло в Новгородской области. На данный момент он уже направлен в зону СВО. До этого находился в войсковой части в городе Тверь. Он был направлен в госпиталь по состоянию здоровья. У него не видит левый глаз. В госпитале ему сказали о том, что у него глаз атрофировался, и мозг просто привык к тому, что глаз не видит. Он написал рапорт и пошел к командиру батальона, чтобы его направили на военно-ворчебную экспертизу. Рапорт ему не подписали. 13 декабря моего мужа уже отправили в зону специальной военной операции. Некоторые россияне идут на фронт в надежде заработать денег и получить льготы. Но и здесь ждет подвох. Нередко выплат просто нет. Так, например, жена мобилизованного из Тюмени поинтересовалась у командира своего мужа, почему с октября нет выплат. В ответ он назвал ее, цитирую, «никчемная женщина, не обеспечивающая хороший тыл». В конечном итоге он сказал, «Я посмотрю, как воюет ваш муж, и не дезертир ли он? А то знаем мы таких, сбегают или просто отсиживаются в Сватово». Вот так до сих пор проходит так называемая частичная мобилизация. А по факту хватают и отправляют на фронт всех, кого могут, нарушая права людей. И еще это вскрыло глубинные проблемы российской армии и ее обеспечения, а также полное отсутствие адекватной коммуникации и координации между руководством и подчиненными. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также Telegram-канал «Дежурный по Донбассу». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok